халат сейчас мы увидим я тоже здесь слежу на канале все вроде бы сейчас пошло так все пошло все мы уже в эфире уже в эфире уже можно всех поприветствовать да да приветствую доктор линский вы там звук звук компьютера выключите может быть на ю тубе все все это я выключил звук на ю тубе все мы рады приветствовать те всех кто смотрит наш стрим это у нас такая небольшая организационные моменты им привет всем привет просто первый раз проводим да именно вот поприветствуем нашего гостя это доктор хасай магомедович алиев автор метода метода ключ и очень многих других изобретений но игорь игорь ты меня так расхвалишь что я уже буду сейчас опять напряге и не буду знать как говорит о состоянии свободы я немножко кокетничаю потому что это будет в принципе тема да как снимать лишнее напряжение стресс выходить на состояние внутренней свободы да игорь чтобы мы определились для всех и там будут конкретно совершенно какие-то вопросы какие вопросы ты хочешь чтобы мы осветили ты же ведущий я сейчас мне пусть люди напишут я единственный такой момент по как слышно второй голос то есть эхо не присутствует напишите нормально слышно если нормально слышно нас и видно поставьте пожалуйста в чат плюсики вот и мы тогда начинаем чтобы тут плюсики видно да то есть ничего не накладывается значит всем привет хасай магомедович и я уже представил и сегодня у нас стрим будет построен больше как больше по отношению больше вокруг него потому что много вопросов много вопросов пришло и я хочу задать задать первый из них которые вот люди спрашивали покажите пожалуйста как определить и расскажите у себя степени застрессованности да и вот индикатор напряжение в теле это ваше изобретение и пожалуйста расскажите подели поделитесь для тех кто не знает как это делать ну во первых я хочу сказать что первый опыт внутренней свободы человек получает с детства если вы помните кто летал во сне так кто быстрее входил в ритм какой-то деятельности например испытал включение второго дыхания или какой-то нагрузки с лучшую адаптацию продолжение деятельности или мог по своему желанию заводить внутренние часы и просыпаться в нужный отмеченный себе момент времени он более-менее такой раскрепощенный свободный а вот туннельное зрение если вы помните и по литературе по психологической и по своим представлениям и когда вы в эмоциях находитесь это когда внимание сужены когда вы не можете видеть за горизонты этого суженого внимания со стороны как бы не можете видеть вы зажаты это бывает во время стресса индикатором напряжения например является можете ли вы свободно думать о том о чем вы хотите в данный момент вы легко можете проверить потому что в основе этого индикатора лежит идиомоторный рефлекс если вы можете представить себе образ например что ваши руки свободно расходятся почти автоматически вообразите себе это если вы можете от всего отстраниться значит у вас нет стресса и в ответ на образ включается рефлекс движения это идиомоторное движение давайте все сейчас попробуем и определим у кого как получается и вот если у кого что-то не получается вы подскажем с игорем как чтобы получалось потому что я вот по работам игоря знаю у него очень много хороших техник которые снимают нервномышленные зажатости и для позвоночника и даже это все может мешать вот этому тесту потому что есть зрение свободное когда мы дистанцированы от каких-то конкурирующих проблем боль страх а есть такое свободное когда я могу думать о чем я хочу вот я сейчас думаю о том что мои руки расходятся до настраиваюсь для этого я сделаю мечтательный взгляд глаза выше уровня зрения ну как направляя их к небесам до этой молитве используется вот такой поворот глаз выше уровня горизонта и воображаешь себе что руки расходятся давайте пробуем это один из индикаторов напряжения если вы можете воображать то что вы хотите если вы можете так регулировать свое внимание отстраиваться от всего вмешающего значит руки пошли значит рефлекс работал значит сознание в этот момент вами управляется а если у вас что-то не получается либо вы никак не можете это себе представить потому что в этот момент вам думается там о каких-то проблемных вещах и вас трясет вам не дорог там и так далее то есть там где внимание там и сознание может у вас шеевый момент болит и это вас отвлекает и руки становятся тяжелыми вас хочет хочется их отпустить но это вот есть индикатор чтобы мы проверили давайте еще раз вот так немножечко сделаем освободимся раскрепостимся снимем все конкурирующие сигналы отпустим себя вот так вот ну как в танце чтобы было гармонично так легко отпустите себя видите что я делаю да 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 потому что когда ты себя раскрепощаешь тем способом который тебе нравится тебе нравится лично тебе каждому каждому а то у него потом уже лучше получается и положение рук держите так как вам удобней а хотите сделайте вот так а хотите представьте себе что они наоборот притягиваются как магниты да 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 они спешите и в какой то момент они чем ближе тем сильнее тем сильнее тем сильнее пробуйте 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 таким образом вы устанавливаете контакт с самим собой то есть бессознательными процессами да и научаетесь управлять своим состоянием ну напишите у кого получается у кого не получается плюсик и минусик и задайте вопрос Хасай Магомедович, пишут, вот человек пишет, расходятся, здесь тоже все присоединились, желают здоровья, тоже мы всех приветствуем, пишут, что расходятся, расходятся. Ну, здесь вот бывает, задают вопросы, как можно полечить дивертикулит, это немножко не тема сегодняшнего стрима, у нас сегодня психосоматика, а вот пишут плюс, да, большое спасибо, вот пошла обратная связь, да, пишут три плюса, в основном, ну, пока те, кто пишут, получается. Слушайте, друзья, я вам сейчас скажу одну интересную вещь, я вот сейчас решил переписать введение своей книги «От страха к свободе», и вот здесь как раз-таки я там сейчас редакцию делаю о том, что такое расчеловечивание, что такое стресс, что такое изоляция, да, и что такое очеловечивание. Вот как раз на картине здесь видите то свечка, то цветочек, кто что видит, да, я вам хочу сказать, что первая свобода человека и вообще появилась, а не с изобретения колеса, а с того, что человек научился быть защищенным, создал себе защиту, это имеет прямое отношение сейчас к нам. Защита, когда он добыл огонь, и он смог защищаться, он смог в холоде сохранять свою автономию, то есть он мог согреваться, выживать, у него появились инструменты, а потом он уже изобрел колесо, потом он изобрел тушь, порох и все остальное. Но я говорю об этом, это очень важно, потому что очеловечивание происходило вот именно с этого, состояние защищенности, свободы, способности мечтать. И вот какая связь здесь есть, если вот полеты во сне у детей, дети во сне летают, говорят, растут. Это первые опыты свободы, да, от природы, человеку это присуще, а кто-то может сказать, а я что-то низенько летаю, или может кто-то сказать, а я уже давно не летаю, а кто-то может сказать, а я всегда падаю. Это тоже индикатор, это индикатор напряжения, значит, что-то не в порядке, если человек все время падает. А другое сказать, а я вообще никогда не летал. Ну вот, ну тогда надо уточнить, что имеется в виду, подлетал, что имеется в виду. Да, ну если мы уточним, оказывается, он это чувство испытывал не в том смысле, что как с крыльями летал, а где-то, допустим, он бегал, ходил в ритм, и у него возникало чувство легкости, полета, в поток входил. Вот кто легко входит в поток, у того больше шансов, быстро научится и индикатору напряжения, и переходить из стрессового состояния в состояние защищенности, да, в состояние внутренней свободы, в состояние мечтательности, это именно очень важно, как раз там происходит очеловечивание. Очеловечивание когда происходит? Когда человек имеет возможность думать о последствиях своих поступков. Всесторонне имеет возможность думать. Когда у него природа его подсказывает. Любовь, созидательность, когда в него включаются вечные ценности, да. Когда у него страх, страх, у него только защитная реакция. Он от страха может сделать все, что угодно, и что потребно, и что не потребно. Но мы это понимаем, потому что там защитный механизм очень большой, и зрение становится сразу узким. То есть сознание сужается до выживания. До выживания. И у него нет времени думать о последствиях. Для того, чтобы думать о последствиях своих поступков и быть за ними ответственными, как раз таки надо быть свободным. То есть вот сейчас мы научимся, наверное, сегодня все. От страха к свободе переходить. Да, переходить от страха к свободе. И поэтому нам надо вспомнить еще раз, кто летал во сне. То же самое этот человек испытывал во время детских игр. Да, 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 вы можете вспомнить. И вы сейчас поймете, какое отношение детских игр имеет к полетам во сне и вообще к состоянию и потребности человека быть свободным. И как этому мешает стресс-изоляция. Изоляция, которая, как колючая проволока, стискивает наши мозги. И мы не можем ни о чем другом думать, как о выживании. Да, это расчеловечивание. И мы сейчас научимся быть человеком вопреки обстоятельствам. Да, и в любой изоляции. Я надеюсь, я правильные слова говорю. Это понятно или я слишком взял тон немножко другой. Будем приближаться к конкретности, да? Напишите плюсики. То есть, если все понятно, то напишите плюсики. Тут я смотрю, еще вопросы немножко подошли. Я хотел буквально наполнить. Я вот сейчас делал то же самое, как это упражнение. Ранее несколько способов, как быстрее войти в это. Вот то, что сказал Хасай Магомедович. Проще было, если руки не расходятся, не сходятся. Буквально делаете те же упражнения метода ключ, проверяете снова, и напряжение уходит, руки начинают расходиться. Сейчас, когда я уже давно научился ловить это состояние, проще. Один из вариантов, я говорил об этом упражнении ранее, у меня есть и ролики. Просто берете две точки, впереди два объекта, светащите внимание на них. Подключаете еще дыхание, если вдох-выдох, через эти две точки. Мгновенно останавливаются мысли, и руки начинают расходиться. Вот здесь такой интересный вопрос был. Да, в основном всем понятно, плюсики, спасибо. Вот интересный вопрос, как начать любить, найти себя, выключилась эта функция? Вот как раз мы сразу адресуем докладчику, да, вот Хасай Магомедович, вот как начать себя любить? Вот у человека выключилась эта функция, как включить? Да, вот что такое смысл жизни человека, если у него нету ради чего жить? Вот ради чего жить, ну понятно, дети, мама, но есть еще к этому. Чем больше ради чего жить, тем легче включается вот это вот, то, что вы хотите. Вот смотрите, у вас, как у человека, есть потенциал творца. Потенциал творца. И если вы освободите этот потенциал, вы ко всему будете подходить творчески. Потому что этот потенциал нам подарила природа каждому из нас, как ресурсы, вот природные ресурсы. Точно так же у каждого из нас есть ресурсы. Просто по какой-то причине, может быть, это закрыто. Например, ну что-то случилось, вы вот, допустим, имеете эти способности творческие, такого быть не может, чтобы вы были человеком неспособным. У вас есть эти способности сто процентов. И сейчас я подскажу, как можно их открывать, даже спящие способности, и чтобы вы начали иметь это чувство, ради чего жить, ради чего созидать, быть человеком. Ну, в общем, короче говоря, это очень интересно. Давайте, знаете, что сделайте для этого. Еще раз сделайте вот этот тест. Тест, это индикатор напряжения. Смотрите, я, кстати, это использовал. Игорь мне говорил о том, что там, когда вопросы анализировали, вчера он мне писал. Это как раз я хотел следующий вопрос задать, но вы его предвосхитили. Вопрос звучал так и неоднократно. Вот как у Хосаи Магомедовича, как у него прослось, довольно во взрослом возрасте, талант художника. Ведь вы до этого каким образом, и многие хотели знать, потому что это ведь можно, ну, у вас в художниках, кто-то, может, хочет какой-то другой, ну, скажем, талант. Это можно ведь открыть любой. И вот хотели именно ваш, как это было у вас, и что вы делали. И как раз таки, как раз таки, к слову, как только открываются ваши способности, у вас начинает появляться жажда жизни, потому что вы всегда ищете момент, когда вы начнете их реализовывать, потому что есть тогда ради чего жить. Вот смысл жизни появляется. Кроме защитных реакций, кроме защитных реакций, появляется творческая потребность. И вот как раз таки, когда вы начинаете реализовывать свои способности, вы начинаете быстро-быстро развиваться. У вас развивается и круг общения, да-да, вы уже знаете, на что надо настроиться, когда ложитесь спать, потому что вы все время ищете, как завтра это сделать лучше, чем сегодня. Как говорил Константин Рерих, сын Рериха тоже, он говорил, что значит совершенствование. Это когда ты сегодня делаешь лучше, чем вчера, а завтра делаешь лучше, чем сегодня. И вот в этот момент, вот сейчас, давайте я вам покажу, как раскрыть свои способности и отвечу на вопрос, который Игорь задал, как я у себя открыл. Потому что у меня может быть способность к рисованию, а у вас, допустим, к пению, а у другого человека к математике у каждого могут быть свои способности. Дело не в том, чтобы я вас сейчас учил рисовать, можем упасить. Это мы можем сделать, если вы хотите. Мы можем сделать, как входить в поток во время рисования, чтобы вы чувствовали, что вашей рукой как будто водит Бог, да, и у вас все лучше получается. Пожалуйста. Или можем входить в поток, занимаясь пением, а можем входить в поток, чтобы оздоравливаться. Пожалуйста, пожалуйста, вы там пишите, потому что мы в прошлый раз уже договорились, какие вопросы вас больше интересуют. Мы с Игорем Линским будем как раз-таки, складывая весь наш опыт, для вас отвечать. А вот теперь вот насчет способностей. Выходите через это, выходите через это на покачивание. Да, держите руки так, чтобы они не уставали. Положите их, как на воду. Как на воду положите. Так. Да, у кого-то немножко, если тяжеловато, как Игорь напомнил, сделайте, пожалуйста, хлест. Это сразу и верхушки легких свойств расходятся. Кислород больше пошел. Модель искусственного дыхания. Идет разгрузка шейно-грудного отдела. Раскрепощение. Да. Да. И потом положили на воду. Да. Хотите так, хотите так. Прислушайтесь себе. Прислушайтесь себе. Как вам хочется, чтобы они пошли в разные стороны. Или наоборот, как магниты. То есть ищите положение и ищите образ. Это, по существу, самоадаптация. Самоадаптация, самопристройка. Да. Раз и пошли, пошли, и тело начинает качаться. Отпускаете себя на покачивание. Да. Отпускаете себя на покачивание. Оно тоже начинает увеличиваться. Да. И тут понятие дозы. Если вы сейчас позволите себе так делать полминуты или минуту, вы больше погружаетесь. Да. Да. И в нейросетях мозга больше происходит освобождение от всех конкурирующих сигналов. И вы начинаете мечтать, чем бы вы хотели в жизни заниматься, да, невзирая на все обстоятельства, если бы вам дали все инструменты для этого, абсолютно все, и подносили бы вам тысячу ваших помощников и краски. Или там вам поставили пианино, там, или дали вам какие-то инструменты, чтобы строить дом, да, делать улы, пасеки, там, и все прочее. Или построили вам там рожереи. Ну, представьте себе, что вы обладаете всеми инструментами для самореализации. Что бы вы выбрали для себя, вот на этом фоне мечтайте, вот на покачивание, покачивание происходит. Перебирайте себе разные вариаты. Свободно мечтайте, свободно, не задумываясь. Получится у вас это в жизни или не получится. Дайте мечте крылья. Освободитесь. Да. И вот представьте себе, вы этим занимаетесь, этим занимаетесь, этим занимаетесь. У вас и денег там хватает, и красок там хватает, и подмастерия у вас, целый цех. Вы, от вас только зависит мечтать. Мечтайте на этом фоне. Да, мечтайте, еще одну минуту, мечтайте. Да, какие способности? И вот я вам сразу отвечу, продолжайте мечтать каждое о своем. Раскручивайте свою мечту. А я вам расскажу, как я открыл у себя художник. Я вообще думал, что рисовать не умею. Только на промокашках рисовал, на уроках. Ну там самолетики рисовал, там, ну как все дети. Каляки-маляки, да? У меня товарищ на пятерке рисовал. У него папа художник, мама художник. Я думал, вот он, Юра, будет художник. А я-то, а какой художник? И нас водили еще на выставке, показывали. Я Шишкина, Репина, Левитана. И говорю, вот шедевр. И я думал, что вот так надо рисовать. А я же не Шишкин, не Репин. И не Айвазовский. Как я могу так рисовать? То есть у меня была полная стена между мыслью о том, что я могу рисовать, и мной. Полное отчуждение от этой деятельности. То есть это для меня было чужим. И вот случился, ну молодой я тогда был, случился случай, когда девушка, с которой я дружил, она все время говорит, пойдем к Рахману, пойдем к Рахману, я хочу посмотреть, как он там рисует хорошо. А Рахман Шахалиев был один из лучших цветников в Москве. Это вообще. Ну я ей говорю, так вот, да я же тоже так же могу. Да ты кто? Да ты-то кто? А я потом думаю, да у меня же ключ, я все хвалю, что я ключ, ключ. И вот тут вдруг такая ситуация. Я тогда делал вот это. Вот это делал. И в этот момент представлял, как я вам предлагаю, что я рисую, так вот так рисую, что все приходят, дивиться, какое диво я сотворил. Да, ну так вот случайное совпадение получилось, что я так делал это. Мечтал, мечтал на фоне этих действий, идеорефлекторных. И вдруг я почувствовал, блок пропал. Вот такое возникло ощущение, ну хочешь рисую, кто тебе мешает. Но это словами не передать, это надо испытать, потому что вот я пять минут назад думал, вот это искусство, высокое искусство. И тут я, тут совершенно ни при чем. Пять минут назад. И вот я вот так вот, когда размечтался на фоне этих упражнений, вдруг раз появилось ощущение, ну бери и рисуй. с того момента я рисовал. И у меня рисовал много, да, у меня получалось, не получалось, у меня было главное чувство, знаете, какое? Получится. то есть у меня пропал страх перед тем, что может не получиться. Ну не получилось сегодня, завтра получится. Вот какое ощущение появляется. То есть рухнула стена отчуждения передо мной и перед этой деятельностью. И у вас то же самое. Почему вы думаете, что у вас нет этого таланта, того или иного? Потому что вам, наверное, не так учитель объяснял. Вас, наверное, тоже водили там на выставки, на эти всякие предприятия или еще куда-то, где вы могли бы увидеть, как профотбор, к чему у вас душа лежит. И неправильно объясняли, что это такое. Я, например, в детстве на музыку ходил, на скрипке играл. Ой, боже мой, как я ненавидел эту скрипку, вы не представляете. Потому что у меня сидела эта Ворошилова, ногу за ногу, помню ее каблуки, острые туфельки. И она вот так делала. Когда я делал ошибку, она стукнет по смычку так, что смычок улетал в другой угол. И она кричала, фальш. Ну, конечно, если меня так учили музыки, я потом наглухо не слышал никакой музыки. А потом, когда я был как-то в очень тяжелом состоянии, после ночей, после терактов, я там водил людей из стресса, летел в самолете. И вдруг вибрация в самолете какая-то произошла. Оно видно, шум двигателя поменялся. А я вдруг услышал необыкновенную музыку. Музыку услышал. Я, который думал, что я к музыке не имею отношения. Музыку услышал. Я думал, радио. А радио было выключено. Оказывается, музыка играла во мне. Это так интересно. Я прислушался себе и в зависимости от того, как я к себе прислушивался, музыка поменяла тему и соло вела скрипку. Если бы я тогда помнил эти ноты, я бы записал такую божественную симфонию. А потом раз моторы поменялись, и музыка исчезла, иллюзия исчезла. Ну так иллюзии у вас бывают, шум капли воды, вы слышите там шепот ветра или вентилятор крутится. Иллюзии бывают такие. Да. Ну вот вы представляете, значит, гармония внутри нас. Я-то думал, что я к музыке не способен, и меня вообще выгнали потом из мужского. А я, оказывается, носил себе композитора. Оказывается, внутри нас. Просто педагогика у нас слабенькая была. Вот и все. А если вы сейчас возьмете, допустим, делали вот это упражнение и мечтали, и мечтали о том, чем вы хотите заниматься, допустим, в одном коридоре деятельности, я спортсмен, чемпион мира по штанге или по боксу, а в другом коридоре деятельности, я цветы сажаю, и у меня миллион цветов, и розы, и ромашки, ну все, что я хочу. Если вы, что вы хотите, размечтаетесь на фоне вот этих левитирующих видеомоторных приемов, а я сейчас вам могу добавить космонавта, игра в космонавта, представьте себе, что вы в космосе, в космическом пространстве, просто подыгривайте себе. Если руки не взлетают, просто механически подыгривайте, входите в эту роль. Я вам скажу, когда вы были маленькие, вы тоже играли в какие-то игры, и там были свободны. Там были свободны. И сейчас играйте космонавта одну минутку, подыгривайте, и вы войдете в эту роль, и у вас руки начнут всплывать, это приемы левитации. И так открывайте свои способности. Да, Хасай, а вот здесь вот написал один участник, начинается зевота, слезы, закладывает уши. Это нормально? Это нормально для первого раза, пожалуйста, слезы пошли, уши закладывает, потому что вот у вас началось раскрепощение, а тут тоже столкнулось, это вот Игорь хорошо в этом разбирается, Линский, тоже столкнулись с какими-то функциональными или структурными нарушениями. А можно я поясню как раз? Да. Я буквально возьму немножко, и тут еще были несколько, как здесь еще было несколько вопросов, которые, да, здесь это стандартные, стандартные феномены или феномены, когда идет проработка какого-то внутреннего напряжения, какой-то ситуации, когда идет выход, у человека бывают слезы, зевота, бывает смех, бывает он просто впадает в ступор, любые, там их еще много, различных, любые из этих, как феноменов, да, это нормально, это идет выход, самое главное, не препятствовать, а просто продолжать делать, пока это все не закончится, это говорит наоборот об эффективности проработки, и тут еще был вопрос сверху, вот ничего не происходит, вот кто-то написал, я думаю, ну вот Хасай Магомедович добавит, но на мой взгляд, вы пропустили первый этап, когда вот показывали, это и у меня часто бывает, когда советуешь, человек пытается сразу начать делать что-то, да, вот эта проверка уровня застрессованности, то есть наверняка у вас руки, ну или не расходились, или, ну то есть у вас есть какие-то напряжения, и вы перешли дальше уже непосредственно к действию, нужно было вот этот этап не игнорировать, а добиться того, чтобы у вас нормально начинали расходиться, сходиться руки, то есть ушли напряжения, и после этого вы начинаете проработку, точно так же там был, ну это на мой взгляд, и был еще вопрос по поводу, как избавиться от страха, ну у нас этому был посвященный предыдущий стрим, да, я как раз и Хасай Магомедович, и я говорили там различные, пересмотрите, и кроме того страх, это прежде всего какие-то напряжения в теле, да, и вот те методики, которые вот перед этим давал Хасай Магомедович, на прошлом стриме я давал, как раз они и направлены на то, чтобы вот эти напряжения проработать, вот на мой взгляд, почему, допустим, не получалось стать художником, внутри были какие-то ситуации в детстве, были какие-то напряжения, с помощью этих идеомоторных, правильно, да, идеомоторных техник, вы просто проработали напряжение в теле, и у человека пошел поток, он подключился, вот правильно, как вот вы рассказывали, и точно так же это можно применить к любой ситуации, если вы, вот там кто-то задавал вопрос, вы отвечали уже, если нет ради чего жить, или как бы, да, как бы полюбить себя, это наверняка тоже какое-то напряжение в теле, которое блокирует эту эмоцию, проработайте их, и все, и у вас сразу же появятся, как, ну, появятся эти качества, появятся эти ощущения, все, ну, может быть, немножко так упрощенно, но реально на наших сеансах, я смотрю, именно к этому и сходится, есть какая-то ситуация, которая вызывает напряжение в теле, из прошлого, вы прорабатываете, есть наследственное влияние, когда уходят напряжения, вот эти, отсекается психосоматическое влияние, у человека, он, ну, то есть возникают или те качества, или то, что он хочет, или он достигает целей, и еще такое маленькое, может быть, совет, да, вот сейчас у кого-то закончилась уже самоизоляция, у кого-то нет, вот я сегодня консультировал, у людей еще не до конца сняли там карантин, так вот, кто-то, допустим, очень сильно убивается этим положением, да, а кто-то нормально относится, кто-то наоборот, вот я воспринял это как подарок судьбы, я ведь могу изучить очень много материала, на которого ранее не хватало времени, да, я буквально, вот даже там был короткий очень период у меня лично самоизоляции, я буквально погрузился в изучение новых там, как того материала, который был до этого, и здесь есть такое понятие, как роли, да, есть даже такой метод, не знаю, кто это его изобрел, не я точно, но метод действительно очень можно легко использовать, вы можете выбрать ту роль, которую вы хотите, вот самое интересное, что вы ведь сами можете стать тем человеком, который вас поддерживает, но это ведь самый у вас близкий, каждый у себя самый близкий человек, и самое интересное, что эти роли вы можете менять даже по нескольку раз за короткое время, в зависимости от того, чего вы хотите добиться, пример, если вы сидите в самоизоляции, кто-то может взять на себя роль там, ну как, не знаю, несчастной жертвы, вот мне все так плохо, весь мир против меня, соответственно, вы будете получать, ну, такой же отклик из мира, будете, ну, погрузились в свое несчастье, с другой стороны, на это время, вы поняли, что вот ничего нельзя сделать, ну, весь мир так сидит, да, вот, вы просто берете роль, ну, я не знаю, там, спасителя отечества, да, и вот, да, я сижу на самоизоляции, ну, вот, я, как бы, приношу какую-то пользу, или же вы можете взять на себя роль, я испытываю свою волю, да, я вот тренирую, многие люди платят за это деньги, приходят на семинары, их ставят в какие-то условия такие, и вот они проходят эти, вы просто берете на себя роль, очень просто, ну, к примеру, если ближе взять там на бытовом уровне, скандалы дома, вот человек приходит с работы уставший, и тут кто-то из домашних там что-то говорит, естественно, скандал, вот вы меня достали, я и так уставший пришел, вот дайте я просто отдохну, это роль, ну, как можно назвать ее, тиран там, да, но можно, имея те же самые исходные данные, просто применить себе, просто надо потренироваться, роль, допустим, человека, который был длительное время в путешествии, не видел семью, вы приходите точно такой же уставший, точно ощущение то же самое, но только вы вот хотите всех увидеть, вы соскучились, совершенно меняется качество, а роль зависит только от вас, вот попробуйте поиграться, оно получится не сразу, ведь перед этим, кстати, желательно вот сделать тот же ключ, другие методы проработки, убрать напряжение, и потом тренироваться, немного потренировавшись, как правило, это 21 день, это войдет на автомате, и вы сможете, именно меняя роли, руководить даже по ходу какого-то разговора, какого-то скандала, может быть, меняя роли, вы можете этим руководить, вот такое маленькое добавление, Синькия, просто, и ответы на вопросы. Я хотел спросить, Игорь, почему-то мы можем же использовать ресурсы в этом нашем зуме, если там кто-то, как условно говоря, двоечника, не пятерочника, который, у него ничего не получается, но не происходит у него расхождение рук, нет подъема рук, нет левитации, нет способностей, но который хочет именно прямо здесь и сейчас получить это, и всю жизнь быть счастливее, чем был. Пожалуйста, выходите сюда. Игорь, мы же можем их пригласить и подключить в зуме, да? Нет, это надо будет каждому, дело в том, что люди смотрят трансляцию по ютубу, да, а в зуме только мы вдвоем находимся, это нужно будет, ссылки на вход, но технически там сложнее, и просто затянет трансляцию, проще, если человек, как напишет, напишет, мы ведь сейчас отвечаем, видите, комментарии, с обеих сторон мы комментарии контролируем и отвечаем на них, то есть проще вот так, а проблемы, как я уже сказал, может не получаться только потому, что человек не проработал, пролетает первый этап, то есть именно устранение, как застрессованности, напряжение в теле, точно так же, вот когда обучение остеопатическим методикам, люди сразу пытаются что-то делать, не проработав себя, там не устраним напряжение, естественно, у них не получается, хотя мы постоянно говорим, что с чего нужно начинать, и здесь единственный рецепт, проработайте тем или иным способом, который мы сейчас даем, который вот касаемый Магомедович, проработайте себя, это может занять несколько раз, не факт, что получится там с первого раза, может на это уйти какое-то время, но поверьте, оно стоит того, и самое главное, ни на кого не реагируйте, не сравнивайте себя с кем-то, вот у того получилось сразу, и что, у вас может получиться с 20-го раза, но это будет лучше, ярче, и это будет именно ваш эффект, поэтому ориентируйтесь только на себя, на свои, кому-то медленнее, кто-то проходит, кто-то быстрее, но не проходите этот этап первый, вот не спешите его перескочить, иначе потом все, что дальше говорится, будет не получаться, вот такой совет, и в комментариях мы отвечаем, пожалуйста. Тогда мы дадим еще индикатор напряжения, это вот. Да, да, вот это важно. Вот это индикатор напряжения, это 10, это шторм, а это 0, это тишь и благодать, благоденствие, когда все пофигу. Здесь и сейчас, в данный момент, мысленно отвечаете себе на вопрос, на каком вы находитесь деление, это 10, это шторм, это голова, суете, как говорят, взрыв мозга, это когда вы не можете, как раз таки, вот это делать, потому что у вас, вместо того, чтобы представить, что вы летаете, как в космосе, и у вас трясет, это 10. А это, когда вы все можете представить, то, что хотите, потому что вы почти на нуле. Это состояние бывает у вас, когда вы находитесь в состоянии между сном и бодрствием. Да, или когда сильная усталость, вы сидите и на все так смотрите, и вам все пофигу. Да, это вот это 0. Вот теперь мы берем эту шкалу, как термометр, как градусник напряжения, условно. Визуализируем, запоминаем, и когда у вас стресс, тут же ее себе представляем, и тут же меряем, на каком мы находимся делении. Это очень помогает, потому что это прибор для биологической обратной связи, который вам тут же говорит, вам надо успокоиться. Потому что, когда мы в стрессе, мы в туннельном зрении, мы не замечаем, что вы можем быть неправы. Например, ты в таком сильном раздражении грешь на ребенка, и ты в этот момент думаешь, что ты прав, вот наконец-то ему все выскажешь, все, что у тебя накопилось. А потом ты пришел в себя, сидишь и думаешь, что я за дурак такой, что я на него наорал. Оказывается, ты не выспался, а вот ты потерял ориентацию, потому что, когда ты теряешь ориентацию, ты можешь проваливаться, а и дна там нет. И никто тебе не подскажет, потому что только, когда ты в равновесии, тебя поддерживает, как говорится, Вселенная, и ты понимаешь, что и как делать. А когда ты сбил баланс, ты можешь катиться, катиться и неизвестно куда. Поэтому сделайте себе эту визуализацию. Да. И вот, когда у вас будет стресс, мысли наявите себе, на каком я делении. Если на высоком, вы тогда обязательно снимите немножко напряжение. Да. И там есть приемы и в ключе, и у Игоря Линского. Посмотрите там видео, там много-много, там, и как помочь себе, там, с шеей, как помочь себе, там, животом. Снимите эти лишние напряжения. Да. И потом вы заметите, вы будете являть себе этот индикатор напряжения, а вы будете замечать, что у вас ниже, ниже. Так. Или добавляйте туда эти приемы. У нас же есть эти приемы. Вместо еще этого индикатора напряжения, у нас же есть ЛТАЙ-БОЛТАЙ. И думаешь, о чем думаешься. У нас же есть плавание. И думаешь, о чем думаете. У нас есть бой с тенью. Колотишь там противника, или начальника, или кого-то ты хочешь. Да. Моделируешь деятельность. У себя в комнате. Хоть в изоляции, хоть не в изоляции. Носишь этот тренажерный зал, как бы в кармане. Когда нужно, раз, и поработал. То же самое, лодка. Да. А по полминуты проверяйте, примеряйте себе разные варианты повторяемых действий. Или дрова колоть. Или косить траву. По полминуты примеряйте, думая, о чем думается. И попадете в счастливую ловушку. Вдруг вы заметите, что, например, на упражнение дирижер, как будто вы дирижируете оркестром, получаете кайф. Вдруг вы заметите, что вы так счастливы, что вам так это нравится. И оказывается, вы в детстве мечтали быть дирижером. А вот человек пишет здесь один, наверное, с методом недавно знаком, Анатолий пишет. Пожалуйста, объясните подробнее, если руки не расходятся. Если руки не расходятся. Что делать, чтобы они начали расходиться? Мы же только объясняли. Проработать как раз, это как раз первый этап. Сделать, да, если проще, сделайте все упражнения, метод ключ. Это проработает большинство напряжений. И все. Да, возьмите, если руки не расходятся, вот встаньте вот так вот и попробуйте быть дирижером. Помечтайте, что вы дирижер, и делайте дирижирование полминуты. А потом делайте вот это упражнение шалтай-балтай. Потом делайте хлест. А потом снова попробуйте руки, и они пойдут. Потому что вы уже сняли напряжение. Да, так что сочетая контроль, сочетая контроль, индикатор напряжения с приемами раскрепощения, повторяемыми движениями, вы научаетесь управлять своим состоянием. И потом можете это делать в любой момент уже и без помощи упражнений. Еще какие вопросы? Ну, тут был вопрос ко мне. Спрашивает, можно, сейчас найду, а вот Валерий спрашивает, как часто можно применять остеопатическую практику в течение дня, недели? Здесь, вы знаете, четкого ответа нет. Я, допустим, если себе нужно, я могу что-то подкорректировать там по ощущению. Если это сеансы остеопатические, вот человек приходит, обычно у меня интервал 4-7 дней. То есть, мы ведь, это не массаж, это мы запускаем определенную реакцию, да, и организм должен как-то отреагировать. Ну, а такие элементы остеопатической практики, которые я показываю, та же вот гимнастика для ленивых у меня есть, это то, что я делаю там практически каждый день, несколько раз, несколько раз в неделю, это различного рода растяжение, тоже упражнение на снятие напряжения в шее, оно входит в протокол проработки шейного отдела, но это вот очень простое, которое я и ранее показывал, сейчас, вот, которое я показывал и ранее, это мы берем, просто одну руку кладем на шею, вторую на живот, вот, ну, примерно можно в центр живота, и делаем растяжение с помощью остеопатического, как, движения, сепарация, разделение, то есть, мы натянули, просто дальше сильно не давим, просто держим в состоянии натяжения, и где-то от 10 до 30 секунд руки расходятся, уходит напряжение в шейном отделе, можно так поделать с каждым регионом живота, если, допустим, у человека нет перцепции, он не чувствует, где конкретно напряжение в животе, я беру просто и кладу потом ручку на одну половину живота, здесь левая подвздошная область, ну, левая половина живота, центр, и с каждой стороной делаю вот это вот растяжение, это я могу делать, ну, бывает какая-то ситуация, там возникла в течение дня, можно и несколько раз делать, это абсолютно не вредно, проработка, если самонассаж живота, работа с животом, я профилактически делаю примерно 2-3 раза в неделю, вот так, а если конкретно сеансы, то это где-то, ну, получается, в среднем 4-7 дней, обычно реакция прошла, и мы смотрим, что поменялось, что осталось, и это дорабатываем, сейчас я посмотрю, тут были еще, ключ, этот метод самогипноза, да, я считаю, я хочу, вот можно, можно, да, конечно, Игорь, извини, пожалуйста, дорогой мой, извини, это наш Щетинин, это наш участник школы, много лет, это он думает, что он нам комплимент написал, и для того, чтобы пояснить, что это самогипноз, или не самогипноз, почему я сразу мешался, потому что я его прекрасно знаю, я хочу попросить Николая Щетинина, чтобы он объяснил, что он имеет в виду, он имеет в виду, показать эффективность, что это так сильно действует, как самогипноз, это, потому что у нас обычно, вот из гипнотизера, они сильные такие эффекты получают, а тут какая-то самая, он имеет в виду это, он похвалить хотел. А, так я, я с этой точки зрения, я как раз и хотел объяснить, да, это самогипноз, это своего рода, и нейролингвистическое программирование, но в лучшем, люди почему-то думают, что это воздействие на кого-то, а если самогипноз, вот допустим, человек хочет у себя изменить какие-то качества, которые ему мешают жить, вот как раз для этого, да, для перепрограммирования себя, точно так же, кстати, насколько я знаю, нейролингвистическое НЛП, программирование, да, первично оно задумывалось, как именно перепрограммирование себя, то есть человек может поменять в себе то, что он хочет, поэтому это да, это именно как действительно, это и самогипноз, это НЛП и многие другие техники по отношению, по перестройке себя, ведь вы ведь сами, ну, у человека свобода выбора, он сам, я считаю, должен выбирать, как он хочет жить, и как он может уже, допустим, сейчас взять и очень быстро изменить в себе те качества, которые, ну, ему, допустим, не нравятся, и для этого это действительно очень эффективные и быстрые методы, ну, вот я вот так хотел пояснить, то есть, на мой взгляд, это так мне представляется. Именно так, именно так, имеется в виду, что выйти из гипноза обстоятельств, освободиться, то есть выйти из гипноза страха, из гипноза тревожности, из гипноза ожидания негативного исхода ситуации в условиях неопределенности, выйти из этого гипноза и войти в свой, который ты сам хочешь. Да, вот, вот в чем дело, это по существу, с одной стороны, это раскрепощающие приемы, это с одной стороны освобождение, имеется в виду от чего, от гипноза обстоятельств, потому что они на тебя давят, ты все время себе воображаешь что-то и накручиваешься, и создаешь самовнушение и психозоматические болезни. А тот вышел оттуда, и попал в свой. Это называется освобождение, раскрепощение, освобождение состояния внутренней свободы, да. Вот там еще вопрос, я вижу, что вы делаете сами лично, это к нам обращаются, Игорь. Да, да. чтобы зрение поддерживать, вот я конкретно отвечаю, есть упражнения, которые называются автальмо тренинг, их много, и в йоге есть эти упражнения, и автальмо тренинг есть, можно просто посмотреть там, в гугле, ну это когда ты бросаешь взгляд вперед, взгляд на нос, взгляд наверх, взгляд вниз, или какие-то там моргания такие, если ты вот так быстро-быстро, мелко-мелко-мелко-мелко-мелко моргаешь, потом сел, и тебе все пофигу. В этот момент целярная мышца, целярная мышца приходит в такое соответствие, когда она меньше устает, когда она меньше устает, и по существу люди, которые все время сосредоточенно работают с компьютерами, сидят там, на дистанционке сидят, чтобы глаза не портить, метод Бейца, метод Бейца существует, откройте там метод Бейца, так вот если вы возьмете, их будете сочетать с практикой раскрепощения, например, с приемами ключа, то тот же самый метод Бейца, который там описан, там сними очки, вот метод Бейца, берете метод Бейца и сочетаете с практикой ключевых приемов, например, перед тем, как применить метод Бейца, отпустите свою голову, чтобы она шла свободно по кругу, найдите положение тела, когда вы свободно раскачиваете, не применяете для себя при этом никакого насилия, просто отпустите себя, как ваше тело просит, да, отпустите себя, думайте о чем думается, думайте о чем думается, это за 1,5 минутки, и потом применяйте эту практику, авторма-тренинга, любую, которая вам больше нравится, и вы заметите, что она идет как по маслу, то есть ключ, это вход в любую дверь, да, запомните это, приемы раскрепощения, это открывание любой двери, в любую область, хочешь к своим талантам, хочешь к лечению болезни, если есть какая-то техника, которая тебе трудна, даже физкультура, допустим, тебе трудно делать, но если ты сделаешь сначала раскрепощающие приемы, да, она тебе дается легче, та же самая йога, если ты сочетаешь это с упражнениями, с идеомоторными, получилось у тебя, не получилось у тебя, перед тем, как ты будешь делать какое-то упражнение, все равно оно будет лучше, потому что, когда пытаешься найти действие, когда оно пойдет на автомате, ты запускаешь поисковую функцию мозга, и когда выполняешь какое-то другое даже действие, там быстрее адаптируешься, это такой феномен, попробуйте. Я вот хотел, вопросы там были, там сверху задавал пользователь, у него такой ник Майк Тайсон, ну, может быть, это действительно тот Тайсон, которого мы знаем, да, и он спрашивал, там что-то было, как реагировать, если вот правительство хочет нас подчинить, и так далее. У нас, у меня лично канал не политический, у Хасаи Магомедовича тоже, но здесь отвечу, то есть не касаясь политики. Я был во многих странах, и люди в большинстве стран, ну, так или иначе, как-то недовольны своим правительством, это нормально. Так вот, здесь вы тоже можете применить комбинацию, если действительно хотите решить этот вопрос, комбинацию, вы можете избрать себе роль, первая роль это жертвы, да, вот если вот меня там правительство давит, и так далее, это жертва, все, получайте полный набор всех ощущений, но в то же время вы можете поэкспериментировать любую роль. К примеру, я участвую в какой-то компьютерной игре, где там какие-то вот злые гении, вот они пытаются как-то там подавить мир, и тут, соответственно, ваши действия, вы там супергерой. Это как вариант, вы можете придумать какую-то свою игру, но перед этим проработайте напряжение в теле, потому что любая там эмоция положительная, чаще отрицательная, она вызывает напряжение в теле. Проработайте с помощью ключа, с помощью напряжения отработки, как я показывал, да, проработайте напряжение и просто поиграйте. Поверьте, и жизнь станет веселее, и вы начнете чувствовать себя свободным, находясь в любой стране практически, да, просто поменяйте роли. С первого раза это, возможно, не получится. Это было как, когда-то, помню, у Райкина была такая миниатюра, и вот он просто про аутотренинг, и вот он говорит один, два, я солнце большое и теплое, там доходит до семи, уже почти засыпает семь, вот сосед семь рублей, второй год не отдает, да, то есть это вас будет возвращать немножко, но потренировавшись, соответственно, убрав напряжение вот больше, то есть больше с этим поработать, не спешить там что-то делать, вот как Хасай Маговедович показывал, убирать, убирать в себе напряжение, чувствуете, на что-то вас еще цепляет, это только напряжение в теле, и вот эти психосоматические влияния, убрали их, перестало цеплять, и потом поиграйтесь с ролями, и вам будет жить, в любой стране, в которой вы проживаете, вам будет жить намного проще, в зависимости от той роли, которую вы себе отводите, и там еще был вопрос, что люди боятся, ну, слов НЛП и гипноз, да, это в том случае, люди боятся всегда того, что не знают, это в том случае, если воздействие на кого-то, но здесь же вы перепрограммируете себя, то есть меняете свой мир, никого не касаясь, вот именно себя, так, как вы захотите, это же прекрасно, то есть вы воздействуете на себя, вы получили кучу методов, которые можно, вот захотели вы, скажем, стать художником, да, вот вы можете перепрограммировать, что в этом страшного, страшного, ведь, ну, как вы, как сам себе, вы ведь не можете нанести, ну, чего-то, чего-то деструктивного, или там какое-то, ну, действие, которое повредит вашему здоровью, ну, не берем там крайние случаи, да, вы просто берете и меняете себя так, как вы хотите себя видеть, не теряя на этом годы, там, десятилетия, может быть, взяли и живете, наслаждаетесь жизнью, вот с этой точки зрения, НЛП и гипноз и так далее, это же прекрасно, что тут еще вопросы. Я хочу добавить, Игорь, если позволишь, очень важную вещь, потому что на самом деле, я давно заметил, что в зависимости от того, как меняются моды, отношение к словам меняется, например, раньше программирование, было такое необыкновенное слово, и все занимались программированием, самопрограммированием и так далее, да, было такое время, а у меня первый раз аутотренинг назывался аутотренинг с гипнопрограммой, да, еще в 80-е начале, а по мере прохождения того, что там гипноза много работали и так далее, потом постепенно-постепенно люди начинают бояться гипноза, то, чего раньше горделись и хотели, потом перестали гордиться, поэтому сегодня день такой, которым одним людям слово тракт, транс вызывает сразу страх, а другие говорят, о, теперь понятно, оказывается, это транс вызывает, ну, к примеру, да, но одни и те же слова по-разному влияют, поэтому я вам просто хочу сказать, здесь хороший, очень хороший пример, когда человек стоит в аэропорту и ждет свой чемодан, и вот он стоит и ждет, и там хоть комар его кусает, хоть шум какой-то, он ни на что не обращает внимания, он ждет свой чемодан, вот он в гипнозе находится, чтобы вы понимали, что такое гипноз. Гипноз – это состояние максимального соотношения внимания на чем-то, и вот если в обычном случае это внимание вводит кто-то, гипнотизер там, или еще кто-то, то приключения и саморегуляции вы сами себе хозяева. И назовите это программированием, назовите это состоянием внутренней свободы, полета, как угодно называйте, потому что это просто другая сторона, понимаете, когда вы делаете сами, это ваша свобода, когда кто-то с вами делает другой, это ваша зависимость. Вот только об этом речь идет, это само состояние по своей природе, ведь Эриксон, Великий Эриксон, с которого сделали НЛП, изучая практику его работы, Великий Эриксон, он как раз таки и придумал тогда, что рука лежит, и он внушал человеку, что рука всплывает, 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 всплывает. Вот это вот и есть идеомоторный реплекс, что мы называем идеорепректорное движение, репетационное движение. Да, ну сейчас 21 век, и я поэтому, у кого рука не всплывает, сама, то есть никто вам уже не внушает, ни Эриксон, ни НЛП, никто, вы сами держите руку на столе, и воображаете, что она всплывает, так если она не всплывает, то я вам подскажу, чего Эриксон еще тогда не знал в то время. Я вам подскажу, если она так не всплывает, сделайте вот так, если так не идет, сделайте вот так, если так не идет, сделайте вот так, перебирайте варианты, и найдите то, что у вас получается, это называется, подобрать ключ к себе. Между струйками идите, как говорили про Микояна, да? Между струйками. Ищите зеленую зону. Так это и развивает поисковую, творческую активность мозга. Даже если у вас не получается, но вы пытаетесь поискать, чтобы у вас получилось, это уже развивает у вас творческое начало. И вы потом в любой работе будете искать, как ее сделать эффективнее, с меньшими усилиями. Это же вообще маленькое научное чудо. Сам поиск приема, который у вас получается, развивает творческие способности. И поэтому, когда вы находитесь в изоляции, или там был другой пример, я нахожусь в Италии, тоскую по родине, как не быть, делайте там эти упражнения, и вы заметите, что вы переносите все невзгоды проще, мало того, открывается творческое мышление, изобретательность, что вы найдете способ как решить ваши проблемы. Вот так оно все обстоит. Да, да. Поэтому я много изобретений делал, потому что все время, время от времени раскрепощался, искал, что пойдет, что не пойдет, и в конечном счете создавал изобретение. И вы так будете делать. Пожалуйста. Я вот здесь небольшой ответ на вопрос. Здесь вот интересный вопрос. Предлагаете уход от действительности? Какая же это игра? В игре есть жизнь, про запас, а у нас она одна. Я как раз, не Хасай Маговедович, не я, мы не предлагали уход от действительности, а именно изменение вашей конкретно действительности. Вот смотрите, мы же приводили пример, как это работает. Вы можете стать жертвой, правильно? Вот все плохо, я ничего не могу и так далее. Я вот вынужден подчиняться. Это действительность? Действительность, но это именно ваша действительность. Если вы поменяете роль, ту же, да, отработаете напряжение, которое вас держит в этой как узде, и поменяете роль, что я, допустим, у меня есть куча возможностей, у вас будет другая действительность. Это не игра, это вы ее меняете. И возьмите у людей, которые, ну вот наверняка вы можете оглянуться вокруг, есть люди, которые живут в тех же условиях, что и вы, но тем не менее они успешные, они путешествуют, ну как бы у них в жизни все хорошо, вот они конкретно меняют действительность, что у вас, что у них, но они выбрали такую действительность, а вы другую, и это не уход от реальных, просто они реагируют на это так. Я же приводил пример, что человек приходит домой, уставший с работы, да, вот я устал, я весь день работаю, отстаньте от меня, то есть вы меня все достали. Это один момент, то же самое состояние, тот же самый человек, он пришел, представил, что вот он как бы соскучился после путешествия, точно такая же усталость, но он наоборот всех любит. Какой это уход? А решайте только вы. Здесь идет именно не игнорирование действительности, а изменение ее для себя, не для кого-то. Мы говорили об этом в прошлом стриме, что нельзя насильно там наносить добро и причинять любовь. Речь идет только непосредственно о вас, как человеке. Да, у вас жизнь одна, согласен, и прожить ее всю жизнь жертвой, но это вам выбирать. Можно ведь всю жизнь прожить, действительно, получая кучу потом соматических уже проблем из-за напряжений сразу психологических. Живите жертвой, этот выбор только ваш, но вы можете просто зная убрать напряжение и потом выбирать роли. Это уже изменение действительности. Вот как-то так. Хочу тоже добавить по этому важному поводу, что значит играть в игру. Вы, когда были маленькие, вы играли в игры, вы ни в какой действительности никуда не уходили. Вы просто отдыхали, потому что вы думали, о чем думается, делали, что делали. Ну, например, водили самолетики или рисовали, воображали. Ни от какой действительности не выходили. Вы были свободны. Поэтому, если вы сегодня взрослый, играете в детскую игру, ну, например, вспомните, колохоб крутили, там, допустим, или когда вы плавали, или боксируете стеню, как спортсмены, какой же это уход от действительности? Вы просто снимаете напряжение, и ваша голова начинает лучше соображать. Если ваша голова лучше начинает соображать, это не уход от действительности, это наоборот. Как говорит Игорь, это наоборот. Отношение к действительности более свободное и творческое. Вы всегда найдете лучшее решение, как справиться с вашими трудностями. Уход от действительности это наркотики, это выпивка, это там, бог ли что, это занятие какими-то погубными делами. А когда вы заняты созидательной деятельностью, например, танцуете, поете, рисуете, решаете сложные математические задачи, а самое главное думайте, как помочь себе, как помочь семье, близким, как помочь человечеству. Да-да, какой же это уход от действительности? Это говорит о том, что вы нормальный человек. А что такое нормальность? Когда человек думает не только о себе, но и о близких, и о человечестве, и чем больше у вас высота, масштаб мышления, тем быстрее открываются ресурсы, которые вам помогают. Да, и тогда вы становитесь таким, как говорит Игорь, не жертвой, а Созидателем, который поможет не только себе, но и всем остальным. и мы же собираемся именно для этого, чтобы помочь не только себе, но и всем окружающим. Это наша модель общения, да. Задавайте вопросы. Хасай Магомедович, вот к вам тут вопрос, пишет Валерий. Какой механизм действия обратной связи упражнения стресс-тест? Вот этот ключевой стресс-тест можно заменить прибором. Например, раньше была биологическая обратная связь, БОС, приборы БОС. Подключают датчики, электроэнцефалограф, компьютер. Ваше нервное состояние превращает в картинку, например, там зигзаги, круги, и вас учат аутотренингу или релаксации, или альфа-состоянию, ну, как угодно назовите, медитации, как угодно назовите, снять напряжение лишнее. Вот прибор биологической обратной связи, ваше внутреннее состояние выводит вам на экран, чтобы вы могли видеть свое состояние со стороны. И это вам помогает найти в себе состояние раскрепощения, упорщенности, успокоенности, и вы, ориентируясь на то, что там бегает, допустим, зайчик там появился, и вам говорят, если вы успокоились, зайчик вот туда поскачет, и там будет сидеть за кустик. И вы вот, когда визуализируете свое внутреннее состояние, это и есть обратная связь, вам легче найти в себе это состояние, а зайчик как раз и прибежит, и сядет, и вы почувствуете, да, действительно, я умею собой управлять. В данном случае вместо прибора обратной связи ваши собственные руки, как только вы снимаете зажим и выходите на состояние свободного творчества, они вам подчиняются, а когда вы зажаты, они вам не подчиняются. Это вместо стрелки этого прибора, поэтому я объясняю это на этом примере, что индикатор напряжения в виде ключевого стресс-теста это прибор биологической обратной связи, но без технического оснащения. А ваши собственные руки, или ваш собственный палец, или ваша собственная голова, пожалуйста, если вы держите руку вот так и воображаете, что палец пошел, и он пошел, значит, вы в этот момент находитесь в состоянии, во-первых, как говорил Игорь, внутреннего самопрограммирования, ауторапорта, можно сказать, НЛП взаимодействия, коммуникации, ну по-разному можно это сказать, можно проще сказать идеомоторного рефлекса, идея, что палец пойдет, вызывает моторное движение, идеомоторный рефлекс, как угодно скажите, но если это пошло, это стрелка прибора, то есть одновременно показывает, что вы можете, значит, вы находите это состояние, и одновременно вы и научаетесь это состояние находить, вот это есть механизм обратной связи. Еще какой вопрос? Тут вопрос, я отвечу, был вопрос ко мне, там по поводу сколько можно делать самомассаж, это имеется ввиду, наверное, живота, здесь вот по методу ключ, вот чем мне нравится, он во многом созвучен, ключ к себе, вот я делаю ну два-три раза в неделю, просто профилактически, у меня это вот так, если вы считаете, что у вас, вам нужно делать через день, напряжения возникают раньше, делайте через день, это не вредно, тут самое главное, не передозировать, не делать насилие над собой, у меня это реально два-три раза в неделю, я просто перед сном руки, допустим, проходят живот, если я нахожу где-то напряжение, я его отрабатываю до того, как это во что-то перейдет, и тут вопрос по носу, не могу дышать носом без риноруса, это препарат, можно ли при помощи синхронизирующей гимнастики улучшить дыхание носом, вы знаете, я могу ответить, я часто сталкивался, не так часто, но сталкивался, когда люди очень много применяют или передозируют вот средства, назальные спреи, и потом идет атрофия слизистой, это сложнее убрать, тут больше не психосоматическая проблема, это уже структура, есть там, ну это тоже длительный процесс, часто удавалось, это те же фитокомплексы, если интересно, можете обратиться потом на почту, ну это больше не психосоматическая проблема, тут нужно разбираться, и вот я смотрю по вопросам, мы будем, чтобы это было полезно для всех, так как я и обещал, вот сейчас, я думаю, Хасай Магомедович согласится, пусть каждый продумает, какую он проблему хочет проработать, свою, только здесь важно не заказывать сразу несколько, потому что подсознание будет работать только с одной, самой важной, причем самая важная она может быть не по статусу, к примеру, у вас может быть там какой-то серьезный диагноз грыжа диска, а человека все равно будет беспокоить больше прыж на лице или немножко, как человеку кажется, лишний вес, что важно для вас, просто подумать, какая ситуация, и мы сейчас ее можем проработать с помощью, вот Хасай Магомедович как раз в прямом эфире покажет, как каждый вы подумаете о своей ситуации, а Хасай Магомедович покажет, как это можно проработать, как убрать у себя вот эту зацепку на эту ситуацию, чтобы она перестала вас цеплять, я вот хотел это предложить, чтобы каждый получил какую-то ценность, да, и как раз вот руководством мастера вы получите вот такой онлайн урок, прямо вот, прямо в прямом эфире, сейчас каждый подумайте о своей ситуации, которая вас беспокоит больше всего, какую вам хочется решить, ну вот, кого-то там самоизоляция, кого-то, бывает просто, вот человек чувствует какое-то напряжение, не поймет почему, просто представьте это состояние, вот и мы сейчас его проработаем, да, Хосай Магомедович, так, вы согласны, да, вот, мы именно для этого, как раз таки, доктор, мы как раз таки для этого и нужны, чтобы помочь людям сегодня и в изоляции, и в стрессе, и в условиях неопределенности, да, когда каждый невольно накручивает себе страхи и негативный исход будущих ситуаций, то, чтобы вышли из плена вот этого, чтобы были свободны, потому что сама ситуация, я уже сказал в самом начале, когда человек не свободен, когда у него изоляция внутренняя, когда у него страхи, это же тоже изоляция тунемное зрение, и он не может рассчитать свои поступки всесторонние, у него нет ответственности за свои действия, да, да, ему надо быть творцом, открыть себе творческое начало, а он в это время болеет, он болеет, думает, как, вот, как ты говорил правильно, жертва, да, вечно жалуйся. Вот здесь, извиняюсь, как раз вы людей спрашиваете, как убрать лишний вес, как убрать вередные привычки, это вот как раз та ситуация, первично убрать психосоматическое влияние, о которой я говорил, просто подумайте об этой проблеме, и сейчас Хасай Магомедович покажет, как это отработать на себе, вот это и есть ваша проблема, вот как раз мы и, мне вот часто удивляет, бывает подписчики пишут комментарии, я там пишу, как, допустим, проработать преддверно-улитковый нерв, который отвечает там за шум в ушах, и человек пишет, вот у меня такая проблема, что делать, я уже пишу, но вы же посмотрите, вы же пишите комментарий под видео, где подробно разобрано, как это сделать, вы хоть видео посмотрите, и здесь я как раз вот и попросил, приду, посмотрите, задайте себе вопрос, какая ситуация для вас актуальна, и мы сейчас уберем вот это вот психосоматическое влияние ее, это первый шаг, вот как раз вам Хасай Магомедович это и покажет, вот у кого-то вредные привычки, у кого-то вес, вот просто подумайте, что происходит в теле при этом, как это вас напрягает, и мы сейчас это проработаем. Любую проблему, любую проблему, вот там у меня есть парень, знакомый, который мне звонил и говорит, слушай, у меня такая проблема, такая тяжелая проблема, говорит, я хочу ее решить, он мне называет эту проблему, и при этом я ему говорю, а чем ты вообще занимаешься, вот, говорит, бухаю постоянно, сижу из-за этой проблемы, я говорю, ты еще и бухаешь, еще проблему хочешь решить, еще и ключ, ключом хочешь это все сделать, вот так, да, а ты сам, когда будешь что-то пытаться сделать, я тебе могу подсказать, вот ты можешь ради того, чтобы я тебе подскажу, что тебе поможет решить проблему, потому что, когда ты сидишь, пьешь, ты от нее пытаешься уйти, вот как говорил Игорь, быть жертвой, вот ты жертва, ты уходишь от проблемы, ты пытаешься отстраниться, Потому что алкоголь снимает напряжение И у тебя возникает Вот на этом градуснике напряжение О котором я говорил Снижение вот этого стресса И ты поэтому пьешь И ты к нему присоседился Потому что когда ты присоседился К тому, что тебе снимает напряжение Ты там можешь и остаться Просто не будет решен Хочешь, чтобы мы решили вопрос Перестань бухать Ну я же не могу Я так уже привык Ну ты привык, елки-палки А еще хочешь, чтобы я тебе тоже на тебя работал А ты где? Ты сам где? Ты в бутылке сидишь? А еще я буду тебе тратить свое нервы И время И мы с доктором будем тратить на тебя Поэтому Если вы хотите решить проблему Давайте отнесемся к этому серьезнее Вот как Игорь сейчас предложил Определите актуальную проблему Актуальную проблему И теперь выходите на повторяемое действие Потому что проблема решается на фоне снижения напряжения Потому что проблема это и есть уже Зависание ваше на напряженном участке мозга Да, вот взяли, встали Вот ваша проблема И давайте делайте разгрузку Просто делайте разгрузку И думайте о счастье И в этот момент Когда вы думаете о счастье Когда вы вспоминаете Каким вы были до проблемы Как вам было хорошо В этот момент происходит столкновение В этой системе отчета Вот ваше счастье А вот проблема Да, это проработка называется Вот сейчас вы думаете Вспоминайте счастливые моменты жизни Это очень важный момент Вы же когда-то были счастливы? В детстве В подростковом возрасте Это в компьютере называется Возврат к резервной точке Да, как-то там вот Системы Вот у вас есть проблема И вот есть у вас Вот эта вот ресурсная точка Резервная Вот вы все время Пытаясь вспомнить себя счастливым Она у вас будет Ваша проблема выскакивать сама Это как воздушный шар Или там, который накачали И он полетел Вот этот вот шар Который несет А балласт Сам выскакивает А его сбрасывают И он летит дальше Вот давайте так Думайте о счастье Когда вы были счастливы Делая повторяемые движения И вдруг у вас там слезы пойдут Это как раз балласт выскакивает Это и есть проработка называется То есть вы думаете О счастье Которое у вас было И которое хотите, чтобы было А балласт сам выскакивает Да, и сбрасывается Потому что повторяемые движения Снимают напряжение Да, давайте Это и есть проработка Эту же проработку с вами Может сделать специалист Врач, психотерапевт, психоаналитик Только он вам там будет задавать вопросы И когда вы будете ему отвечать У вас это происходит А в данном случае Это происходит у вас самостоятельно Да, может и так Может и так В зависимости от того Что вы хотите У вас есть выбор Давайте Вот сейчас давайте Не откладывая на потом Вот прямо сейчас и делайте И буквально через там Хасай Магомедович будет корректировать И вы отпишитесь в комментариях Может быть у кого-то какие-то Произошли феномены Кто-то что-то почувствовал Вот это же как раз Обратная связь Надо пользоваться этим Вот такой мастер Вышел в эфир Вы можете бесплатно получить Вот прямая онлайн-консультация То есть не нужно ходить Там к психологу Вот давайте этим пользоваться На самом деле Мы как раз это и делаем Мы сейчас два Психолога Вместе с вами И работаем На высочайшем уровне Да, объясняю вам От творчества До зажатости Стрессом До того Как снять напряжение Об индикаторе И биологической обратной связи Все это сразу Объясняем Это можно было Прочитать В узорных статей А мы вам сразу Даем в готовом виде Давайте делаем Вот так И вспоминайте Счастье Ведь Вот оно что Оказывается Вот что значит Играть свою роль В жизни Вы же были счастливы Играйте эту роль Вспоминайте Когда вы были счастливы Когда в детстве Были счастливы Когда в подростковом возрасте Были счастливы Что вы тогда делали Да Музыку Слушали Песни пели Целовались Там Или там В море ходили Под парусом Или летели в самолете Или арбуз ели Или там Ну вспоминайте Что вы тогда делали Когда были счастливы Да На фоне повторяемых движений Если вам хочется Повторяемые движения Изменить В лучшую сторону Пожалуйста Может быть Раскачивание Туда-сюда Переминание С ноги на ногу Что вам подходит Лично вам Индивидуально Подбирайте А может Вот такое Покачивание Пожалуйста Вспоминайте Своё счастье Если у кого Брызнут слёзы Плачьте Потому что Именно там С этой Точкой Резервной Точкой С этой Ресурсной Точкой Счастливости Надёжности Точкой сборки Там По контрасту С этим Выскакивает Баланс Баланс И сбрасывается Автоматически На фоне Повторяемых Упражнений Да То есть Вы переживаете На фоне Повторяемого Действия Которые Автоматически Снимают Напряжение Это Называется Пристройка Потому что Частота Движения Соответствует Уровню Переживания Это Как мама Ребёнка Качает Пристраиваясь Подбирая Ритм К его Напряжению Это же Будет Одно И то же Во всей Природе Да Поехали Поехали Мечтайте Да Когда вы Осознанно Делаете То что Вы обычно Делали Неосознанно Да У вас Появляются Новые Новые Горизонты Новые Перспективы Вы так Часто Делали Инстинктивно А теперь Делаете Сознательно А человек Может управлять Только тем Что он Осознал Все остальное Управляет Им Вы сейчас Осознаете Что повторяемые Движения Снимают Напряжение И будете Этим Пользоваться Здесь Тоже Повторяемые Движения И в Дирижёре Повторяемые Движения И в Греблино-Байдарке Повторяемые Движения И в Оксе Повторяемые Движения Они Снимают Напряжение Чем Выше У вас Напряжение Тем Больше Подключайте Частоту Повторяемого Хотите холло-хоп крутите, хотите плавание, подключайте прямо по ходу и вспоминайте счастливые моменты жизни. Очень просто, правда же? На фоне подбираемых, повторяемых движений, которые вам проще и легче автоматизируются, мечтайте, вспоминайте счастливые моменты, пройдут слезы, плачьте, если хочется спать, спите, хочется улыбаться, улыбайтесь, будьте самими собой, дайте себе свободу. И вот когда вы находитесь со стрессовой изоляцией или физической изоляцией, неважно, вы можете хотя бы несколько минут делая вот так, подбирая себе повторяемые движения, которые вам подходят, мечтая о желаемых изменениях, проплакиваясь, когда в этом есть потребность, освобождаетесь от накопленных этих негативных эмоций, от напряжения, освобождаетесь, да, вы освобождаетесь. И если вы так будете делать некоторое время, несколько дней подряд, в удобное для вас время, в удобный момент, если вы так будете делать в этом алгоритме, то вы заметите, через несколько дней, и как говорил Игорь, 21 день, навыки вырабатываются, да, а вы заметите, через несколько дней вам уже станет легче, свободнее, спокойнее, кстати говоря, зрение улучшается. Да, и потом вы заметите, а через 21 день, так вообще вы будете это состояние внутренней свободы находиться за секунды, прямо как из воздуха. Да, хоть в самолете, хоть где, хоть в изоляции, хоть не в изоляции, захотел, и свободен. Вопросы есть? Здесь вот вопрос. Каждое утро просыпаюсь от жуткой тревоги, ничем не справиться, пока не проревусь, но это, кстати, тоже выход про человек, когда плачет. Ключ делаю каждый день, два-три раза, как с этим справиться? Я хотел бы добавить, это, в принципе, тревога, это напряжение, одно из напряжений в теле. Часто это напряжение в левой подвздошной области, это где вот аппендицит, это справа, а это слева, вот здесь. Вот, да, там эта зона как раз тревоги, каких-то страхов. И дополнительно можно проработать эти напряжения. То есть тот же самомассаж живота с проработкой. Вы просто вспоминаете вот это состояние тревоги или же когда проснулись. Попробуйте, возможно, вы найдете вот здесь как раз в животе, ноги немного согнуть, лежа, найдете там напряжение, и можно поработать по одному из методов или продавливания, я это показываю, как самомассаж живота. Это постоянно, именно вспоминая вот это ощущение, находясь в этой ситуации. И дополнительно второй момент, это, как правило, печень. Печень тоже является, кроме органом, который нашим фильтром, да, она является очень мощным органом психосоматической переработки, переработки эмоций. И точно так же работа с печенью. Вы можете в дальнейшем вспоминать эту ситуацию, вот это ощущение, или пребывая в нем, если вы проснулись, да, и прорабатывать с печенью, проработать с печенью. Я сейчас сброшу, у меня есть на канале, я сброшу сейчас ссылки в чат по поводу печени и по поводу проработки живота. Только комбинируйте это, именно воспроизводя вот эти ощущения негативные, вот эту ситуацию. Может быть, не с первого раза, но, как показывает практика, несколько раз попробуйте, вот как говорил Касай Магомедович, это проработается. И следующий момент, меня спрашивали, если руки расходятся, да, это как раз вот это состояние, человек готов к остеопатическим практикам, да, это тоже как один из вариантов входа, видите, это разные пути одного и того же, проработки напряжений в теле и отсекания каких-то негативных ситуаций из прошлого, которые на нас действуют. Сейчас смотрю еще вопросы, был тут вопрос сейчас к Касаю Магомедовичу, а вот, а как влияет, я сейчас ссылки сброшу, пока Касай Магомедович ответит, а как влияет метод ключ на биополе человека, проверялось, вот здесь спрашивают. Я отвечу сразу, значит, биополе это собирательный образ, это метафора, метафора такая, биополе, ну, раньше говорили, слушайте, вот на фотографии девушки смотрят, что какая обаятельная, а сейчас говорят, о, какое мощное биополе, ну, это да, молодец. На самом деле, о биополе могу вам сказать, что это психологический феномен, я был в лаборатории Годика Эдуарда Эммануэловича, где изучали джуну и других экстрасенсов, есть у них биополе или нет. Это было много лет назад, это было на Солянке в Москве, это в бывшей церквушке была лаборатория до такой степени оснащенная, очень оснащенная, это под Академиком Гуляевым, Министерство радиоэлектроники. Это было так прекрасно, потому что там изучали вот это все биополе, и там были сквиды, фотоумножители, потом мерили температуру дистанции и так далее, это же первый раз в Советском Союзе тепловизионная техника там стояла потрясающе. Да, я там был, я видел, как это производится, я там лекции читал, я обучал саморегуляции, и почему я об этом говорю? Потому что они выпустили отчет Академии наук, изучая всех, что да, человек на самом деле, например, во рту у него происходит микробная жизнь, и можно с помощью увеличительных механизмов увидеть свечение. Кровь светится, кровь светится, не в прямом буквальном смысле имеется в виду, а при определенных оптических микроскопах и так далее, можно увидеть вот эти фото. Поэтому человек излучает тепло, излучает генерацию частот, низкие частоты, повыше частоты. Да, человек излучает физические поля, известные физикам. Никаких иных, иных, биологических каких-то других, иных не излучает. Это наше психологическое восприятие. Да, вот вы не поверите. Ну, на самом деле это так. Они отчет выпустили, а через там некоторое время, ссылаясь на номер этого отчета, мой знакомый Колодный, Лёвок, написал в Комсомолке статью, что они выпустили отчет, где доказывают, что биополе есть. Ссылаясь на этот же номер. Ну, вы представляете, а? И Комсомолка, это сколько сот миллионов почтовых ящиков всем заносит, что биополе есть, биополе есть. Ну, вы представляете, и фотографии. Вот мы делали сейчас вот так тест, да? Когда руки притягиваются, когда... А там вот так же притягиваются у экссессов. Они же это делают тоже. Вот так они делают вокруг головы, да? А там вот эта фотография, а там фотографии в Комсомолке, да? И свет между руками. Вы понимаете? Ну, это создание такого образа. И миллионы людей этот образ берут и считают, что биополе есть. Ну, бог с ним, пускай так считают. Я не спорю с этим. Я просто там был. Сам, говорит, чай там пил. Вот, поэтому я вам говорю то, что я думаю. Ну, пожалуйста, то же самое Джуну я знал. Джуна стояла, девочка сидела, Джуна стояла вокруг нее. Вот так вот девочку посадили. Я вас могу тоже так, Масина, представим, что вы сидите. А я стою вот так вот и руками так делаю. Руками так делаю. Вот так. Да. Да. И говорю. И говорю, с кем-то разговариваю. Сам руками так делаю. Да. А девочка сидит и говорит, тетя Джуна, я биополе ваше чувствую. И расслабляется, и расслабляется. Да, да. А это же еще Месмера, называлась флюиды Месмера, которые делал точно так же еще за столетия назад. Да. Да, Месмера, он думал, этого называл не биополем, а животным магнетизмом. Да, это называли флюиды Месмера. Да. А потом обнаружили, что это психологическое влияние. Если перед вами кто-то будет вот так делать пассы, делать пассы, не спеша, а вы будете на это смотреть, а это все равно, что вы музыку слышите, потому что повторяемые движения снимают напряжение. Я буду делать пассы, буду делать пассы, и вы будете расслабляться, расслабляться. Да, 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 назовите это биополем, ну, как хотите. Вы даже можете почувствовать это влияние, но это у вас происходит. Отсюда к вам ничего не переходит. Так, еще ответ. Здесь был вопрос ко мне, как применять остеопатические техники по поводу рук. Я вот здесь сбрасываю ссылку. Тут вообще, как применять остеопатические техники. Если кого-то это более интересует, то не все можно показать просто так скользко на семинаре, вернее, здесь, на вебинаре. Тут нужно, действительно, если кто-то хочет серьезно этим заниматься, лучше пройти обучающие семинары. И далее тут, я смотрю, идут разные, кто-то там о детской травме спрашивает, здесь кто быть паническими атаками. Это как раз вот те ситуации, о которых мы говорили. Можно их психосоматический момент проработать с помощью вот того, как мы сейчас показали. По поводу панических атак, это, как правило, проработайте блуждающий нерв, шейный отдел дополнительно и грудной отдел. Я могу ссылки сбросить. Ну и по большому счету, на основные вопросы ответили. Там кто-то писал, что исчезают комментарии. Я не удалял это, может быть, YouTube, но не видел, чтобы исчез. Будем уже заканчивать, наверное, стрим. Игорь, еще вот кроме того, что ты сбросишь против панических атак свои ссылки, ссылки, еще у меня было много пациентов, которые страдают этими фобиями, паническими атаками. У них действительно обнаружились нарушения в шее, нарушения в шее, поэтому я им тоже рекомендовал, чтобы они время от времени руку на руку клали вот так, чтобы рука была свободна, и находили здесь пальпации, больные точки, и время от времени, ну, 20 раза в день их массировали, или на правой стороне, или на левой, ну, чтобы рука была свободной, ее надо так вот закидывать туда, чтобы рука не уставала. И второе, и здесь вот пощупать, где-то, ну, 5 минут вечером сидишь и нащупываешь. Вот, нашел тулочку. Или вот здесь, нашел тулочку. Обследовать себя. Где у тебя какие точки больные? Добавляя точку хайгу, которую общую укрепляешь. И время от времени очень многие пациенты, которые страдали страхами, когда они стали себя обследовать и находить эти точки, и стали делать себе точечный массаж, соединяясь с ключевыми приемами, они потом вдруг обнаружили, что на самом деле стали спокойнее. Да-да, потому что это улучшает кровоснабжение мозга. Ну, так, в принципе, я думаю, будем заканчивать стрим. Мы рассчитывали где-то час. Но, видите, это хорошо, что вы задаете вопросы. Мы готовы отвечать. На самом деле, это очень стимулирует, когда люди действительно хотят знать. Вот аудитория, мы вполне готовы, готовы, насколько можем отвечать на вопросы. Сейчас хотелось бы поблагодарить Хасая Магомедовича, всех, кто пришли, поблагодарить. И самое главное, делайте то, что вот вы узнали, попробуйте, поделайте, потому что если это просто информация, она ничего не даст, какая бы она ни была. И сейчас хотел завершающее слово Хасая Магомедовичу. Пусть, может быть, он что-то хочет пожелать и что-то может дополнить. Я все-таки хочу, Игорь, с твоего, так сказать, как это говорится, ну, короче говоря, давай мы усовершенствуем для помощи наших зрителей и участников наших конференций наш этот, как называется, зум, да? Потому что я понял, не хватает чего, не хватает двоечника, который выйдет к нам с вопросом, чтобы все видели, а мы с тобой вдвоем подскажем ему, как ему что, как правильно делать, и он на глазах у всех это сделает и все научатся. Потому что на самом деле, вот я читаю тоже, вот здесь вопросы задает, и ты им сразу правильно говоришь, а я по следующему вопросу чувствую, что, когда они читают, они все-таки логически кое-какие моменты кое-кто не связывает. Вот ты сказал несколько раз, что надо проработать сначала, а потом вот это сделать. А он уже тебе этот же вопрос по-другому задает. Он как бы тебя услышал, и меня тоже, вот так же. Как бы услышал, и вроде бы дальше пошел, и опять задает тот же самый вопрос по другим углам. Потому что он эту стадию не прошел, а вон-то работает. Поэтому все-таки лучшая практика, это когда, допустим, он бы взял вот этот человек и вышел к нам на зум. Ну, в следующий раз тогда на нашем канале мы попробуем так сделать. Можно попробовать. Как сделать? На следующий стрим приглашаем на наш канал. Как лучше технически сделать? Не, ну технически мы вещаем на YouTube-канале, а кто хочет присоединиться к зуму, у кого есть зум, кто такой смелый и не боится показаться, пусть они сейчас, напишите, пожалуйста, друзья, у кого есть такая возможность зум, вот плюсик поставьте. Сможете вы в следующий раз выйти в зум, чтобы мы могли пригласить кого-то? С вопросами, Катинка, с вопросами, да. Да, сейчас посмотрим, плюсики, пожалуйста, поставьте. Есть, есть такие люди. Да, если кто захочет, вот, балансы какие, вот посмотрите как, а? А если кто захочет, так сделайте себе зум, чтобы этого надо. Ну, установить все нужно, эту программу. Это сложно, нет? Нет, не сложно. Я тут бросил, бросил ссылку, я ее неоднократно уже бросал, на канал Хасая Магомедовича, вот канал Метод Ключ, чтобы, ну, люди там знали на будущее. Она несколько раз уже повторялась, на всякий случай, вдруг кто не знает, его и так легко найти, и просто набрал поиск в Ютубе, да, там, ну, вот прямая ссылка на канал. Вот смотри, Игорь, пожалуйста, посмотри. Вот здесь пишет Борис Каменский. Это будет балаган. Что он имеет в виду? Пожалуйста. Это не будет балаган. Не-не, я хочу, чтобы Борис Каменский. Давайте, давайте сейчас, мы лучше это обсудим. Я предлагаю, лучше это, давайте мы подумаем, и потом вместе обсудим, а людям потом сообщим. Лучше вот так, чтобы не здесь, это стрим, все-таки он практический, да, чтобы сейчас технические моменты не обсуждать, лучше... Да, да, но я хочу, чтобы Борис Каменский написал, что он подразумевает. Пожалуйста, не сейчас, а там напишите. Да, хорошо, пусть, да, пусть напишет, да. Напишите, что вы подразумеваете под этим. Мы же не живем в головах друг у друга. Что вы знаете, балаган? Мы всегда проводили, выходили на зону, проводили вебинары в другом случае. Все с удовольствием смотрят. И вы тоже посмотрите, Борис Каменский. Просто, когда мы пишем что-то, пишите понятнее, пожалуйста. Что мы же учитываем ваши вопросы, чтобы сделать для вас лучше. Так. Я все сказал. Ну, в принципе, будем прощаться тогда. Я тоже желаю вам здоровья, желаю всем людям, которые смотрели вебинар. Я надеюсь, что это как-то было полезно и помогло каждому, ну, хоть, может быть, частично, может быть, полностью решить его проблему или хотя бы увидеть путь, хоть направление. Что не все так безнадежно. И вот... Игорь, огромное тебе спасибо, что ты меня пригласил, потому что я считаю это за честь, потому что ты очень-очень правильно подаешь свои материалы, свои методики. Мне это очень нравится, я тебя очень уважаю. Я тебя обнимаю, всех обнимаю, друзья, до встречи. До встречи. А мы потом дадим, когда будет следующий стрим, в зависимости от того, будет ли потребность, люди напишут. Скорее всего, проведем, может быть, через Zoom на канале Хасая Магомедовича. Посмотрим технически, как это можно, продумаем, чтобы это действительно было удобно для всех, чтобы это... Ну, я, допустим, на своих вебинарах не разбираю конкретные ситуации, потому что считаю, что неправильно. Допустим, все будут слушать и там в течение какого-то времени будут разбирать ситуацию одного человека. Я не уверен, что это, может быть, всем будет интересно. Поэтому мы даем вот общий... Ну, а мы подумаем, возможно, если возможно, и так. Да, я хочу знать, почему сказать, потому что ключ-то этого метода общего фонова. Да, да, это, я считаю, все могут сразу сделать. Потому что, когда какой-то двоечник, условно говоря, выйдет, у которого что-то не получается, и мы подскажем, как лучше делать, и все сразу научатся, глядя. Потому что, когда человек видит, он больше получает, понимаете. Так, это как раз-таки тот случай, когда можно все вместе смотреть, хотя у каждого будет своя проблема. Но это же для каждого, который имеет свою проблему, общая укрепляющая часть. Поэтому это можно так сделать. Хорошо, тогда всего доброго. Да, до свидания всем. Всего доброго. Продолжение следует...